Друзья, сегодня отвечаем на такой очень злободневный вопрос, который вы постоянно задаете. Возможно ли набирать мышечную массу, возможно ли гипертрофия мышечных волокон на дефиците калорий? Партнер сегодняшнего выпуска Animal North Drop. Друзья, это гармошка высокой степени очистки. А вы знаете, что чем выше очистка, тем меньше привыкания, тем меньше вырабатывается антител, тем дольше вы можете с пользой принимать данный препарат. Почему не спонсор, почему партнер? Я не получаю деньги от Animal, я получаю продукцию и сам ее использую. Вы знаете, что у меня проблемы и с грыжами, и протрузии, но самые большие проблемы это плечевые суставы. Мне очень хорошо помогает. И вы знаете, я не стану рисковать своей репутацией, советовать вам что-либо, что не принимаю, не использую сам. Попробуйте и вы, тем более, что у вас все это разрешено. Еще, друзья, мне очень много пишут, как принимать ААС. Расписывают курсы, просят советов. Но так как вы знаете, что на YouTube я этого делать не могу, потому что канал заблокируют. У меня к вам предложение. Давайте будем раз в неделю встречаться у меня в Instagram. И там я вам буду рассказывать в прямом эфире, говорить, как, кто принимает какие препараты. И буду делиться тем, как и что принимаю я сам. Такая информация очень ценная. Она будет абсолютно бесплатна для вас. Единственное, это все будет именно для ознакомления. Тем более, вы знаете, что мой канал для натурального тренинга. Я буквально недавно сам перешел на темную сторону. Ну что, друзья, Animal North Drop настоятельно рекомендую. Все ссылки на сайт и другие источники будут в описании к данному ролику. И не забудьте, по промокоду HEAVYMETAL вы получите 10% скидки. Оставайтесь всегда здоровыми и продлевайте здоровье своих суставов. Физкульт, привет, друзья и ученики. Я снова в гостях у Стефана в Кайзер-юниверсити. Всем привет. Кто еще не знает, если вдруг есть такие люди, Стефан является профессором, он сам спортсмен. Он также сотрудник лаборатории Виктора Николаевича Силуянова. Был учеником Виктора Николаевича, работал совместно с Виктором Николаевичем. Также Стефан 8 лет подряд был одним из главных тренеров American Top Team. И является также консультантом сайта fit.samba.ru. Обращаю на это ваше особое внимание. Заходите на этот сайт, найдете очень много полезной информации. А вообще, кто хочет больше знать, наберите в гугле Стефан Диез и почитайте, чтобы вы понимали, какого уровня человек, какими знаниями обладает. Именно поэтому я стараюсь как можно больше этих знаний получить сам и поделиться с вами. Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия факт фитнес. Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенькой за ступенькой поднимались. Улучшая свое здоровье, качество своего тела. Друзья, сегодня отвечаем на такой очень злободневный вопрос, который вы постоянно задаете. Возможно ли набирать мышечную массу, возможно ли гипертрофия мышечных волокон на дефиците калорий? То есть, когда мы с вами недополучаем калории. И Стефан сегодня нам расскажет, можно или нет. Окей, это интересный вопрос, сложный, непростой вопрос. Два варианта здесь есть. Если человек уже на высоком уровне, например, у профессиональных спортсменов, обычно они не будут, мышечные будут расти, и пока дефицит калорий. Потому что им не хватает. Потому что уже не хватает, и они уже примерно около на предель своей возможности. Тогда сложно. Обычно, что сделаем, например, это очень связано, либо миксфайт, либо любой спорт, который имеет весовую категорию. Обычно набираем самую большую массу. Он может чуть-чуть жир получить, но затем начинает тренировать. И сделан сжигание жиры до весовой категории. И примерно во время соревнований должен быть примерно 4% жира. 4% жира. И тогда последний месяц снижает калорий, дефицит идет. Тогда он потеряет чуть-чуть от мышицы, но все равно у него больше, чем нужно. И тогда получается нормально. И тоже идет чуть-чуть дегидратации в этой модели. Обычно, когда весовая категория, например, либо миксфайт, либо другие виды спорт, это 24 часов до соревнований. Тогда есть время, чтобы восстановить все это в воде. И тогда, в принципе, все нормально. А тогда люди, которые опытные, обычно этот процесс не происходит. Но ты говоришь сейчас о выступающих спортсменах. Выступающих спортсменов, люди, которые на высшем классе. Или у кого, скажем, стаж тренировок большой. Уже большой, примерно 5-5 лет. 5-5 лет. А если человек новичок, тогда нормально. Есть, возможно. Есть запасы в организме лишних? Есть. Потому что именно люди, которые не занимаются силовыми упражнениями. Если они нехорошо занимаются, либо не по нашим программам, либо по золотом, либо на высокой пороге, с высокими весами, тогда что происходит? Они могут мышцы растут и тоже похудеть одновременно. Это не много мышц будут расти. Но это происходит. И как доказать? Это легко доказать. Мы только что делали. 5 минут назад, и видео человек ушел. Ученик. Наш ученик. 18 лет. Человек молодой. И что он делает? Мы сделали программу. Вместе с карты, вместе с силовыми упражнениями. Изотом. И измеряли процент жира и вес. Вес, если ты просто смотришь вес. Да, да, на весах. На весах. Это может быть однако. Но затем, когда поликометр сделает измерение процента жира, и что случилось? Он потерял примерно 6% жири за 3 месяца. И увеличивал массу на 4%. О, хорошо. За 3 месяца. За 3 месяца. Да. Почему? Тренируюсь по твоим программам. Наша программа, но человек с низким уровнем. Понимаете? Когда человек... Новичок. Новичок, да. Если человек на высоком уровне, сложно. Но высокий уровень, я имею в виду, человек, который вступает либо в Кубок мира, либо в Микс Файт в UFC. Понимаете? Такой уровень сложно. Очень сложно. Потому что они уже на предель. А человек до этого, возможно. Но еще вопрос. Надо... Момент здесь главный. Надо узнать, что когда на дефицит, организм восстанавливает помедленнее. Метаболизм чуть-чуть. Не только метаболизм, все этот процесс восстановления мышц, потому что идет разрыв мышц. То есть получается, то о чем говорит Силуянов, что миофибрила строится 10-14 дней, он может увеличиваться. Да. И не только. Они могут не так увеличить за это время. И примерно не до восстановления. Потому что мы в середине еще будем тренировать. Поэтому аккуратно китуру. То есть развивающая тренировка в таком случае, наоборот, должна быть не чаще, а наоборот, дольше по времени. Либо дольше, либо меньший объем. Не дольше, а одна тренировка. А вот сегодня мы сделали развивающую, следующая должна быть дальше по времени. Да. А многие думают, что наоборот, нужно чаще тренироваться. Не надо. Развивающую, именно мы говорим. Развивающую не надо. И обычно, что мы делаем, если профессионально. Обычно две недели до соревнований уже прекратим, а развивающую тренировку. Только антонизируешь. Только на поддержании. Если какой спорт, это можно любой вид спорт. Футбол, например. Только на технику работаем. И раз в неделю, на силу, например, чтобы на поддержании. И ускорение сделаем. И это уже достаточно. Потому что тоже мы хотим получить эффект суперкомпенсации. И суперкомпенсация идет. Тренировал, тренировал, тренировал. А потом снижает объем. Интенсивность еще высокая. А организм чувствует очень сильно, очень крепкий. И тогда выступает хорошо. Другими словами, правильно я понимаю, что человек, который только начал тренироваться, или может быть имеет низкий уровень физического развития, ему возможно за счет внутренних резервов запасного жира, ликогена лишнего, на дефиците калорий, какое-то время прогрессировать. Но человек, который как минимум уже лет 5 хорошо интенсивно тренируется, мы даже не говорим сейчас о выступающих спортсменах, для них это нереально. Это будет меньше. Можно еще, потому что, запомни, можно быть два человека тоже, то же самое возраст, то же самое 5 лет опыт, но генетика индивидуальна. Поэтому еще есть люди, которые могут, но не все. Ну, поэтому самое главное, попробуйте, как мы и скажем. Читать наши книги, изучать, посмотреть наши видео и практикуйте. И сам будет посмотреть. Но самое главное, берите какой-то тренер, либо опт-тренер, либо даже если вы в Москве, идите в лабораторию Витару Николаеву, это самое лучшее, наверное, что вы можете сделать. Самое лучшее. Делать все тестирование, и тогда ты знаешь, окей, теперь это я сейчас. Тренируюсь 3 месяца, и снова тестировать, как мы только что сделали с человеком. Чем хорошо, когда вы тестируете себя, вы понимаете, стоите вы на месте или прогрессируете? И даже, к примеру, если вы не хотите брать уроки, тренинга, может быть, вам дорого, в лаборатории Виктора Николаевича, то хотя бы раз в год, тренируясь сами или у других тренеров, приходите и делайте диагностику. И вы будете понимать. Может, вы просто выкидываете деньги зря. Ага, да. Потому что иногда ты можешь платить тренер, который неграмотный, и результата нет. Поэтому, Лючи, меня, тренер, но самое главное, чтобы ты имел какие-то конкретные анализы в твое тело. Не просто, как ты думаешь, потому что тренер может выглядеть хорошо, но на самом деле результата нет. А надо доказать. Слушай, Стефан, Салим, Григорь, привет. Вы нам должны за рекламу процент платить. Ребята, да, дай мне деньги. Это наши друзья, мы работаем, помогаем друг другу. И что самое главное, говорит Стефан, если вы будете хоть немножечко читать доступную ту литературу по питанию, по тренингу, вы, в принципе, можете самостоятельно, практикуя на себе, двигаться вперед. Все, обязательно. Но только не стоит просто с балды взять журнал, посмотреть, как тренируется Рони Коллиман или Арнольд Шварценеггер, и так пытаться тренироваться. Это путь в никуда, друзья, и даже, возможно, это вредно для здоровья. Да. Посмотреть сайт fitzsambu.ru обязательно, там новая статья по гипертрофии сделали, и там будет еще 4 подряд, поэтому только вышла первая статья, там, и очень интересно, и тоже, если вопрос, там пишите нам, и будем ответить. Да, обязательно, друзья, задавайте вопросы в комментариях под видео, в любом видео, где вы видите, что Стефан отвечает на ваши вопросы. И мы, если этот вопрос интересен, обязательно на него ответим. А на все вопросы мы отвечаем в любом случае в комментариях. Поэтому ставим лайк, пишем в комментариях, что вам понравилось, ставьте дизлайк, тоже не страшно, но обязательно напишите, что вам не понравилось и с чем вы не согласны. Тогда это будет иметь какую-то конструктивную критику, а не просто так будете делать всякие лишние движения. И обязательно делитесь данными роликами в своих соцсетях. Увидимся в следующий раз. Спасибо, Стефан. Давай. Стефан. Стефан. Стефан.